Наш фитнес-тренер уже в студии. Дима, ты слышал про Минский полумарафон? Конечно, да. Вот, через месяц побежит вся страна. В прошлом году бежали 20 тысяч человек. В этом году рассчитывают, что побежит все, побегут все 30 тысяч. Регистрация открыта, заходите на сайт Минского полумарафона и там все очень просто. Зарегистрируйтесь, чтобы вам хватило заявки, потому что их не так много. Дима. Ты побежишь? Я побегу и всем тоже предлагаю составить нам компанию, потому что мы все вместе побежим. Вера не знает, но она тоже побежит. Дима, слушай, вот с чего ты сегодня предлагаешь, с какого упражнения предлагаешь начать это утро? Сегодня я покажу несколько упражнений, так сказать, для любителей заниматься дома. Тот, кто любит заниматься дома. Но запомните одно правило, что это мое сугубо личное мнение, что все равно, что если вы хотите добиться каких-то результатов, вам нужно посещать тренажерный зал. Но все-таки тот, кто любит заниматься дома, смотрите, запоминаете. Смотрите внимательно. Обычные приседания, да, вы приседаете. Все мы знаем обычные приседания, классические. Вы дома, да? Как ты четко держишь спину? Дима, покажи, пожалуйста, вот. Я не к этому вел, ну ладно. Нет, просто я уверен, что когда многие делают, они не следят за спиной. Я тоже сам за собой замечаю, что, ну, расслабляешься. Главное же приседать здесь. Но нет, главное, нет, нет, конечно. Посмотрите, пожалуйста. Спинка ровненькая. Четко держит. Все, прогиб спинки. Так, и чем ты предлагаешь усложнить? Да. Приседаем, а когда встаем, отводим ножку назад. Одну. Угу. Вторую. Это какие мышцы у нас добавляются? Те, которые... Это еще больше ягодиц у нас начинают работать. Многие девушки любят вот встать на коленки и отводить ножку в сторону, вот сюда, назад. Угу. Мы объединили, объединили обычные приседания, вот с этой стороны, и отведение ноги назад, вот сюда. И выдох на подъем. Все понятно? Очень, мне очень нравится. Я могу еще больше немножко развернуться. Мне упражнение нравится, Дима, хотя ты тоже, да? Да. Второй вариант. Опять мы приседаем, но уже отводим ножку в сторону. Это ровно вот в одной плоскости с телом нужно, да, держать? Конечно, да. А насколько высоко нужно ножку поднимать вот так? Ну, я думаю, что физически сильно высоко поднять не каждый сможет. Поэтому как у вас получается... Чем лучше, тем лучше, да? Ну, это все-таки утро. Не рвемся, аккуратненько, да. Чтобы вам было комфортно, и при этом вы чувствовали нагрузку на ваши мышцы. Это второе упражнение. Запоминать, что вы делаете это дома. То есть каждый может это сделать. И еще одно упражнение вы делаете. Выпады, но назад. И растягиваем, сами еще себе помогаем растягивать наши мышцы. Подняли коленка. И назад. Сюда подняли. И назад. Выглядит просто. Но мне кажется, это не так просто, как выглядит. Мне кажется, даже выглядит просто. И вторая нога, то же самое. Подняли и назад. Вообще, я знаю, что вот, как бы, очень хорошее упражнение, которое девочки тоже крайне любят. Во всех вариациях, честно сказать. Я думаю, что эти все три упражнения девочки очень любят. Ну, вы знаете, что любят девочки? Чего хотят женщины, вообще невозможно понять. Что хотят, мы не знаем. А что они любят, мы знаем. Дима, спасибо тебе огромное.